на реках Вавилонских. Это говорит о том, что евреи, когда были на родине, храм великолепный имели. Но, по-видимому, отношение было к храму не такое, какое должно быть. И Господь послал эти испытания, что все было разрушено, взято в плен. И вот, находясь, когда они уже в плену, они тогда только, как сказать, одумались и думали, что мы потеряли. У нас был великолепный храм. И можно было бы там, молились, если бы, как следует, соблюдали заповеди Господни, то Господь бы тогда и не допустил бы этого искушения. Но вот, находясь там, они только тогда и вспомнили это. Храм – это там, где приносится жертва Богу. У нас сегодня приносится бескровная жертва, готовится причастие. Это бескровная жертва Господня. Храм не то, что купола золотые. Нет. А то, что в храме происходит. От этого и называется храм. Над ними издевались, там, смеялись, говорят, спойте нам песни, которые вы там пели у себя на родине. Они говорят, как мы будем петь эти песни на земле чужой? Над ними глумились, а все. И тогда только они там пришли к сознанию, что мы сделали, что мы потеряли, почему мы не ценили то время, когда было это, когда можно было прийти, иметь общение, с Господом иметь общение, с друг с другом. Это нам сегодня это напоминание. Ну, и говорят, да что я, можно я и дома помолюсь. Можно и дома? Можно. Можно и дома молиться. Но там, где, говорится, в костер много поленев лежит, там ярко горит костер. И можно погреться. А где одно полено, он будет только дымить. Больше ничего не будет. Дым будет, гарь будет, глаза будет есть. Больше ничего от этого не будет. Поэтому, дорогие, то, что есть сегодня, нужно ценить, благодарить Господа. И любить это место. Мы молим всегда, Господи, благослови, кто любит благолепие дома Твоего. А это Господень дом. Там, где приносится жертва Господу, это Его дом. Мы здесь как приходим к Отцу своему. Поэтому должны заботиться и об этом, чтобы было благолепие нашего дома. И больше его украшать, говорится. Мы часто украшаем, говорит, свои дома, говорит Иоанн Златоустый, разными украшениями, резьбой делаем, красим все, белим. Но больше, говорит, нужно украшать дом души своей. Чем? Добродетером, смирно мудрим, кротостью, воздержанием, любовью к Господу, к ближнему любовью. Вот чем украшать. Если будем так мы ценить и это, то будем долго этим радоваться. А нет, Господь в момент нашлет, и другие люди придут. Нас как будто бы и не было сегодня. Об этом, значит, говорится в 136-й псалом. Я всем вам, говорю, советую, кто может прийти еще раз, сегодня или завтра, прочитать этот псалом на русском языке, в Библии посмотреть, где есть параллельные места. Там обязательно параллельные места. И о чем это говорится, где это, как было. И если даже толкование где-то найдется прочитать, это толкование еще на этом. Храни всех Господь вас.